Кроме внимания вот этого, что самое тяжелое в работе мэра? Какие-то организационные вопросы? Ну, я бы не сказала, что что-то тяжелое. Нет, тяжелого нет. В основном приходится очень много разговаривать, общаться. Наверное, это немножечко непривычно, потому что спортсмены привыкли обычно молчать и работать. Делать свою работу молча. А сегодня мне приходится рассказывать и об объекте, и о прибрежной Олимпийской деревне. Ну, не знаю, обо всем, что интересует журналистов, рассказывать, встречать делегации, напутственное слово им давать. Также встречаться с разными, ну, с ответственными директорами каждой точки, которая в деревне находится. К вам бах приходил сегодня, да? Да, сегодня я встречала делегацию Международного Олимпийского комитета вместе с президентом МОК. Они были два часа в нашей деревне, прошлись практически по всем объектам, заходили даже в комнату, где живут спортсмены. В общем, они все это смотрели, и насколько я поняла и что слышала, они все были очень довольны. И, пожалуй, ну, и говорят, что, пожалуй, это одна из самых лучших деревень. Никакого штриха даже у них не было, претензий маленьких? Я не слышала. Пожелания там, я знаю, может, какие-то были? Ну, по-моему, все на высоте. К кому заходили спортсмены? Откровенно говоря, не знаю. Не знаю, вот кто решил предоставить свою комнату, к тому и пошли. Я этого не услышала, не знаю. Заезжают такие вип-спортсмены, как Женя Ключенко сюда, у них есть какие-то особые требования? Все равны. А никто не может здесь ничего требовать, потому что это Олимпиада, все в одинаковых условиях. Условия проживания, питания, тренировок, у всех одинаковых. Неважно, какого уровня спортсмены. Ну, хоккеисты говорят, у них будет отдельное питание. Хоккеисты, насколько мне известно, будут жить в Олимпийской деревне. Если они с собой что-нибудь привезут, то будут. Блин, а бытовые вопросы вам приходится вообще-то решать, чем сейчас в учреждении? Вы занимаетесь такой встречей? Нет, ну, условно, если ко мне обратятся, да, там, условно, если Wi-Fi не работает, я стараюсь эту проблему решить. Даже Wi-Fi занимаетесь? Нет, ну, не лично я, то есть я передаю этот вопрос тем людям, которые этим занимаются. То есть если розетки не работают, я обращаюсь к тем людям, которые, если по транспорту проблемы, по ответственному за транспорт. То есть я, собственно, как связующее звено, наверное, между спортсменами и всеми, кто ответствует за свои объекты. Как у вас работает штаб? Потому что одно из главных моментов перед теремией открытия – выбор знаменосцев. Как он будет происходить и кто? Ой, наверное, это не ко мне, это должен выбирать или НОК, или ОКР. То есть это решает не я, и, наверное, это уже решено. Вам нравится вообще работать? Мне очень нравится моя работа, очень интересная, конечно, совершенно другое, чем спорт. И я поняла, что надо уметь, ну, как я должен сказать, уметь рассказать так, чтобы всем понравилось. Презентовать. Да, представить. Да, представить все это так, как оно есть на самом деле красиво. Ну, это может быть как трамплин, ну, во что-то большее там, скажем, вас серьезно, чтобы у вас главить там какое-нибудь... Ну, а почему бы и нет. По крайней мере, за эти три недели, за эту Олимпиаду я, безусловно, наберусь опыта. У меня будет очень много знакомств, я увижу, как работает аппарат и президента МОК изнутри, и здесь протоколы. Вот завтра Владимир Владимирович приезжает, Путин, то есть я могу видеть, как работает любой протокол, как вообще все это готовится. Я просто имею возможность видеть Олимпийские игры изнутри, насколько это тяжело, ответственно. И понимаю, что здесь мелочей не бывает, от каждого волонтера зависит общий успех Олимпийских игр. Поэтому, на самом деле, это очень интересно, ну, и даже волнительно. Олимпийский дух, он вас вдохновляет на Рио-16? Уже 100% ты себя решишь? Нет, я 100% ничего не могу решить, так как мы предполагаем, а Бог располагает. Это то, чего бы мне хотелось. Естественно, Олимпиада – это какое-то волшебство, это праздник, о котором мечтают все любители спорта, а спортсмены так тем более, это заветная мечта каждого человека, поучаствовать и уж тем более выиграть. Вот, ну, я не являюсь исключением, Олимпиада – это шикарное мероприятие, шикарный праздник. И хочется, конечно, еще раз в него окунуться, как спортсменки, так что посмотрим, как будет.